Всех приветствуем. У нас сегодня, у меня, во всяком случае, два мероприятия. На этом мы поговорим в целом о построении карьеры владельца IT-продукта или цифрового продукта, что, в общем, понятия достаточно близкие, но все-таки есть разница. Мы расскажем о том, из чего состоит, из каких аспектов областей знаний складываются навыки, компетенции владельца, менеджера продукта, как построить свою карьеру, от чего начинать, от каких можно идти, ну, скажем так, точек роста. Да, вот давайте об этом поговорим, поговорим, как наши курсы могут в этом помочь. В общем-то, ну, я так вижу уже и знакомых людей, с кем мы уже встречались на курсах, вот, рад видеть снова кто-то, может быть, с кем. Я не встречался, специалисты были, может быть, совсем первый раз, вот, ну, в общем, специалист, ну, тут у нас написано 20, ну, пока еще, да, формально 29 лет, но, в общем, надеюсь, что в этом году 30-летие такой юбилей-центр уже отметит ближе к концу года, вот, так что опыт есть. Давайте расскажем, посмотрим, как мы можем вместе, вот, построить такой карьерный трек. Ну, вкратце, кто мы? Я, Данил Динцес, еще раз приветствую, с кем знакомы, будем знакомы, с кем сегодня встречаемся в первый раз. У меня, действительно, я в IT всю, так скажем, IT, IT сейчас это орг-вопросы, всю свою профессиональную, так или иначе, карьеру, в том числе, вот, занимаюсь и тренингами, но не только. У меня консалтинговые практики, я работаю со стартапами, и как ментор, и как сам тоже запускаю, в том числе, бывают и успешные. Вот, не все стартапы успешные, но бывают и успешные, ну, естественно, это все на курсах тоже использую. Вот, основную часть проведу я, ну, и хотел бы представить с удовольствием свою коллегу, Ольгу. Ольга, наверное, сейчас как раз передам слово вам. Ольга как раз занимается построением карьерных треков. Вот, Ольга, пожалуйста, принимайте управление. Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас хочу переключить на себя презентацию. Так, пока у меня это не получается. Сейчас, секундочку. Пока как раз вот приветствуем, вижу, участники прибывают. Кто? Мария, Валерия, приветствуем вас. Так, еще секундочку. Не переключается у меня презентация. Одну секунду. Сейчас я вам верну еще раз. Все нормально, переключилось. Отлично. Добрый день, уважаемые слушатели. Пока меня зовут Белова Ольга. Я занимаюсь направлением трудоустройства в учебном центре специалист. И пока мы собираемся, хочу рассказать вам пару слов о нашем центре и напомнить вам о программе трудоустройства и ее возможностях для вас, для наших слушателей. Итак, на рынке образовательных услуг мы действительно уже более 29 лет. И за это время обучили больше 1 миллиона человек. И мы вам гарантируем 100% качество образования в нашем учебном центре. Мы понимаем за эти годы работы, что в новую профессию войти не так уж и просто. И нужно приложить много усилий. Потому мы готовы способствовать тем, кто занимается своим карьерным развитием, обучается у нас и разработали для вас такую программу поддержки в трудоустройстве. Как вы видите на слайде, она состоит из ряда мероприятий, о которых я сейчас хочу пару слов про каждое рассказать. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это такой современный тренд на рынке труда. Когда вас оценивает работодатель, он оценивает скорее ваши навыки. Мало того, что вы просто знаете, главное, чтобы вы еще умели это делать на практике и когда-то делали. Потому все наши курсы мы делаем с этим учетом. Мы вкладываем в них соответствующие кейсы, чтобы вы пробовали это делать и могли уже в резюме потом их добавлять. Далее, следующий этап, да, такой помощи, когда вы выходите на рынок труда новичком или после долгого перерыва в поиске работы, иногда сложно понять, сориентироваться на этом рынке труда. И действительно, то, что было пять лет назад, когда вы искали работу, и то, если вы выйдете через, допустим, настоящее время, все резко поменялось. И вот о новых трендах, о том, как трудоустраиваться, где искать работу. Работные сайты сейчас, допустим, уже не актуальны, и HR применяют уже новые политики. Вот об этом и многом другом, как составить также резюме, мы рассказываем на специальном курсе. Он сейчас открыт для всех. Я попозже кину ссылку на этот курс. Вот ближайший 23 апреля запланирован. Для тех, кто прошел наше обучение, и вот этой информации на курсе не хватило, в индивидуальном порядке мы с вами можем доработать ваше резюме, еще индивидуально проговорить на консультации. И также ссылочку на такую консультацию я вам могу отправить. Пожалуйста, записывайтесь, кому это сейчас актуально. Или, может быть, будет актуально в будущем. Эта информация есть у нас на сайте. Также одним из мероприятий являются дни карьеры. Два раза в месяц мы их проводим. Одно направление по IT, и второе, допустим, сегодня у нас будет день карьеры для работников в сфере строительства, для проектировщиков, архитекторов. Такие у нас тоже учатся. 31-го будет день карьеры по IT-направлению. Тоже вас всех приглашаю. Записаться можно будет у нас на сайте. Вот по этой ссылочке день карьеры в IT сегодня там появится ближе к вечеру. Хочу еще сказать, что также мы предлагаем на наших каналов, да, для выпускников, которые вы можете вступить, ссылки я также отправлю в чат, вакансии от наших партнеров, для которых вы будете в приоритете, так как эти наши партнеры учат у нас своих слушателей, очень довольны качеством подготовки и готовы рассматривать наших выпускников с привилегиями. Обратите внимание на эти каналы, я вам скину обязательно в чат. Можно будет на любой один из них удобно перейти и там просматривать вакансии. Также они есть на разделе трудоустройства на нашем сайте. Ну вот, пару слов про программу трудоустройства сказала. Даниил Юрьевич, разорвращаю вам права презентера. Подключусь немного позже поговорить про рынок труда. Хорошо, коллеги, ну да, вот действительно, давайте поговорим конкретно вот о специальности, которая сейчас очень популярна, и она, кстати говоря, уже достаточно давно, уже года 4, как есть и профстандарт, 4 или даже 5 лет, который так и называется менеджер продукта. Ну, вы можете найти разные варианты менеджер продукта, продакт-оунер, владелец продукта. В общем, это сравнительно новая специальность, сравнительно. Поэтому есть разные формулировки, разные подходы. Ну вот так, не вдаваясь у нас, конечно, сейчас такой некий мастер-класс экспресс. А вообще, чтобы получить специальность, это, конечно, целый такой трек образовательный. Ну, а сейчас не будем, конечно, мы вдаваться в такие нюансы, там менеджер продукта, владелец продукта, иногда это в некоторых компаниях совпадает, иногда это немножко разные роли, но общая нацеленность одинаковая. Этот человек, который отвечает за то, чтобы продукт, IT-продукт, цифровой продукт был правильно создан и приносил пользу, или, как говорят, ценность на протяжении всего своего жизненного цикла. То есть, да, это должно быть бизнес-решение. Ну, в общем случае, бизнес-решение, понятно. Есть там некоммерческие организации, тогда, наверное, это не бизнес-решение, но достижение какой-то, скажем, социальной пользы. Это решение должно работать, да, вот термин быть обслуживаемым, потому что, естественно, не бывает таких решений войти, которые вот сделала, а оно дальше живет само по себе. Конечно, должно обслуживаться, решаться какие-то возникающие сложности, инциденты, должен создаваться новый функционал, то есть это решение должно быть способно, обладать способностью к развитию, ну, в каких-то рамках, разумеется. Это развитие может быть связано, это же не просто создание нового функционала, это ответ на потребности заказчика, на действия конкурентов. Ну, вот сейчас IT-отрасль, к сожалению, становится очень зарегулированной, приходится реагировать на какие-то требования регуляторов, да, вот то, что называется, compliance и так далее. То есть один раз сделать продукт, это ни о чем, да, его нужно развивать. Менеджер, владелец продукта как раз и отвечает за то, что понимает, какие выгоды продукт должен приносить в своей организации, материальные, экономические, социальные, соответствие тем же, там, скажем, требованиям, регуляторным. Насколько продукт соответствует вот этому меняющемуся миру, может быть, вам приходилось слышать, сейчас тоже есть такой еще очень модный термин, называется VUCA world, да, мир VUCA, volatile, uncertain, changeable, ambitious, да, волатильный, неопределенный, изменяющийся, многозначный, да, то есть обладающий многими трактовками. И вот как раз менеджер продукта должен вот эти веяния уметь улавливать, понимать, насколько они соответствуют задачам компании, формализовать их как требования, доносить до команды, а затем внедрять продукт, продвигать его, то есть это действительно такая комплексная роль, и вот она, кстати, даже в профстандарте не случайно относится, вот обратите внимание, к области деятельности, предпринимательская деятельность, потому что даже если продукт, наверное, сейчас встречается очень часто, создается и развивается внутри компании, это такое тоже внутреннее предпринимательство, и, кстати, очень многие крупные компании сейчас это практикуют, ну, из компаний, которые явно на слуху, это тот же Сбертех, это тот же МТС, например, но это вот то, что известно публично, да, так сказать, чтобы не... понятно, что мы там какие-то инсайды не выдаем, то, что вот известно публично, когда действительно компания побуждает, способствует тому, чтобы создавались вот такие команды, которые достаточно автономны в своей работе, и они работают на результат. Да, когда-то результат может быть и отрицательный, и задача продакта унера как раз своевременно нацеливать, ориентировать на то, что нужно компании, как что-то поменялось, помогать взаимодействием с пользователями, с заказчиками, своевременно вносить изменения. То есть очень-очень такая комплексная роль. Ну, вот давайте поговорим немножко теперь более подробно, поболее детально о том, что входит в создание продукта. Ну, вот начнем, как обычно, с неких таких более общих вещей. Они во многом идут, наверное, уже вот сразу на слайде заметили, вот agile культуры. Действительно очень важно взаимодействие. Я за вот эти наши первые там 10 уже минут уже несколько-несколько раз обмолвился улавливать тренды, тенденции, взаимодействовать с лицами, принимающими решения, с командой, с пользователями. Да, это крайне важный, соответственно, и навык владельца продукта. Это не значит, что нет планирования. Есть. Естественно, при этом владелец продукта должен держать в голове конечную цель, потому что, ну, как наверняка, я там видели в том же интернете, куча на эту тему всевозможных мемов. Я уж не стал тут презентацию включать. из серии делали самокат, а на выходе получилась, там, не знаю, подводная лодка или наоборот. Когда, нет, конечно, вот как раз одна из основных задач менеджера, владельца продукта получить результат, который изначально, на который изначально нацеливались. Да, свойства продукта могут меняться, может уточняться целевая аудитория, но это работающий продукт. Да, и для этого нужно сотрудничать с заказчиком. Причем, ну, это вот опять же идет из принципов agile, вы это наверняка многие знаете, но здесь, конечно, нужно расширить. Это не только сотрудничество с заказчиком, это сотрудничество с пользователями. Если это продукт, который предназначен для массового рынка, это проведение всевозможных исследований, фокус-групп, реакции, это, естественно, взаимодействие, например, с партнерами. Ну, редко какой продукт существует сам по себе, автономно. Все равно продукт живет, существует в каком-то окружении, в инфраструктуре, взаимодействует с другими продуктами. Ну, я уже говорил, когда представлялся, и я партнерствую с компанией, которая начинала как стартап как раз, да, вот там линейка продуктов для помощи слабослышащим людям, и скажем, да, там несколько продуктов. Один помогает определять профиль слуха, другой служит как слуховой аппарат, третий там для стримингового аудио. То есть, конечно, они как-то между собой взаимодействуют. Где-то у них общая аудитория, где-то немножко своя таргетированная аудитория. И вот с этими людьми надо взаимодействовать. Нужно взаимодействовать с партнерами. Ну, например, вот в этих продуктах у нас довольно плотное взаимодействие с соответствующими профильными медицинскими специалистами, которые вот этой проблематикой занимаются. Это они не заказчики, нет, и они даже не пользователи, но это вот тоже партнеры, которые умеют, ну, владеют соответствующей профильной информацией. Потому что если продукт-оунер, а это действительно задача продукт-оунера, не будет вот весь этот комплекс удерживать в фокусе своего внимания, он не сможет разработать то, что нужно потребителю. И вот мы как раз здесь и приходим с вами к так называемым трем принципам создания продукта. Это три такие максимально высокоуровневых принципа. Делать то, что нужно потребителям. Казалось бы, звучит как совершенно не такая банальность. Ну, да, естественно, делать то, что кому-то нужно, а зачем делать то, что... А вот, не знаю, кстати, вот, может быть, прокомментируете, кто уже, наверное, сталкивался в чате, может быть, даже и слово дадим с удовольствием. А неужели вы не сталкивались с тем, что иногда делают просто потому, что вот привыкли делать? Иногда делают то, что просто кому-то интересно, особенно если тут кверху прилетели. Иногда бывает вот человеку что-то интересно, он то, что называется, уперся, и делает, он говорит, меня никто не понимает, я непризнанный гений. Ну, бывают, конечно, непризнанные гении, но, в общем, это скорее более редкое явление, а чаще действительно просто некая такая упертость. Если ты хочешь, чтобы твое создание, твой продукт, решение были нужны, были востребованы, значит, нужно понять, а что нужно. Есть такая сейчас популярная, может быть, очень тоже избитая фраза, боль в чем? Какую боль, какую проблему мы решаем? В чем мы помогаем? И действительно для этого иногда приходится перебрать очень много идей, и самих идей, и то, как их подать, и на какую аудиторию? Вот приведу из этой же области, вот, с которой начал, пример, у нас была года три назад очень любопытная такая ситуация, как раз продукт для стримингового аудио, его, значит, выпустили на рынок, и он стал набирать популярность, там, несколько раз больше, чем планировалось. Казалось бы, да, на первый взгляд, да, первое такое впечатление, ну, можно радоваться, ну, хорошо, популярность большая, можно, значит, там, захватить аудиторию, заработать. Всегда нужно думать, а почему, друг? Может быть, мы ошиблись в расчетах, чего-то не учли. И вот, действительно, когда владелец продукта разобрался, опытный человек у нас, он понял, что этот, что целевой аудитории, то есть, для людей, у которых есть, ну, какие-то там сложности со слухом, рост идет нормальный, ну, то есть, мы не сильно ошиблись, он конкретно не сильно ошибся в расчетах. Но оказалось, есть и другая целевая аудитория, которая для себя восприняла продукт, хотя вообще об этой целевой аудитории не думали. Это такие вот продвинутые меломаны, и они оценили, что вот это, значит, это наше приложение, оно хорошо адаптирует сигнал к их профилю слуха, там, к внешней шумовой обстановке, ну, например, там, человек в транспорте едет или в машине, ну, бывает вот такая. Такие люди, для которых качество, там, звучание, частота звука важны. Есть, есть, прекрасно. Им подошло, что сделали? Запустили спин-офф продукт, потому что другая целевая аудитория, нужно немножко по-другому подойти, немножко по-другому упаковать маркетинг. Вот правильный подход владельца продукта, увидел новую аудиторию, развил идею, доработали продукт или выпустили новый продукт, развиваемся. Ну, и вот очень важный, наверное, даже сейчас стоит это подчеркнуть, принцип ценности продукта не должны нести зло. Тоже звучит банально, но, к сожалению, мы часто видим, что и обратное случается. Да, безусловно, продукты должны зарабатывать, но все-таки не на всем подряд. Нельзя мешать другим людям, нельзя нарушать удобство, покой других людей. Ну, я уж не говорю там про прямо какие-то криминальные вещи. И вот владелец продукта отвечает за весь жизненный цикл, да, вот эти все цели, концепции, начиная от первичной продукта и завершая получением обратной связи и развития, вот, собственно, как я только что привел пример выпуском новых версий продуктов иногда. Вот такие боковички, спин-оффы продуктов. Вот тогда это хороший продакт-онер. И, ну, раз уж сегодня мы здесь собрались поговорить о карьерном треке, тем самым вот такой владелец продукта, который видит эти возможности, генерирует их, воплощает жизнь, он создает в себе возможность для карьерного развития. Чуть дальше мы об этом как раз поговорим, потому что сам рост продукта и в конечном итоге рост продуктовой линейки и обеспечивает карьерный, ну, а следовательно, и финансовый рост вот менеджера продукта, владельца продукта. Это не карьерный рост, как функциональная организация серии. Я тут сейчас займу следующую ступеньку. Был там инженер, стал там ведущий инженер, потом там какой-нибудь там начальник группы, потом начальник отдела. Нет, в продуктовом менеджменте это так не работает. Здесь ты сам себе создаешь вот это развитие. Или не создаешь, ну, это уж кто как. Вот, ну, сейчас к этому мы подойдем, это я уже так немножечко увлекся, да. Сначала, да, все-таки счет надо начать. За что отвечает менеджер продукта? Вот, два таких общих положений. Создать правильный продукт. Что такое правильный продукт, мы уже сказали, вот только что, буквально на предыдущем слайде. То, что необходимо реально потребителям, кинировать идеи, не нести изложник. Второй момент, построить продукт правильным образом. Что значит правильным образом? Понятно, видите, немножечко даже взят в кавычки, закавычено. Что значит построить продукт правильным образом? А это означает как раз выстроить взаимоотношения с заказчиками, со стейкхолд, с другими стейкхолдерами, с партнерами, если таковые есть, с командой проекта. И за счет выстраивания вот этого взаимодействия, получать обратную связь от всех, вот, кстати, тоже на это хочу обратить внимание, и на курсах мы об этом очень подробно говорим, кстати, именно, допустим, курс по роли продакт-менеджера, очень подробно мы об этом говорим, о построении продукта, что. Мы привыкли, конечно, что обратная связь идет от пользователя и от заказчика. Да, это, конечно, правильно, безусловно, но при этом ни в коем случае продакт-оунер не должен забывать, что обратная связь должна собираться от команды. Если продакт-оунер какими-нибудь, не знаю, метаниями или давлением или еще какими-то своими не очень корректными действиями демотивирует команду, простите, он и продукт не получит. Комфортно ли работать в команде? Понимают ли они цель? Чтобы это не было просто, как на этом слайде показано, просто тупая закольцовка. Релиз, еще релиз, еще релиз, быстрее, быстрее гони. Нет, чтобы команда понимала некое общее направление движения. Понимала, какова роль каждого релиза в выпуске, что оно дает, почему это важно. Ну, потому что мы все-таки ведь говорим о работе в области IT, в области информационных, цифровых технологий новых. У нас все команды достаточно состоят из грамотных, образованных людей. чаще, не всегда, к сожалению, но чаще все-таки людей мотивированы. И человек, помимо того, что он просто зарабатывает деньги, конечно, хочется понимать, какая ценность, что он делает полезно. Я почему, кстати, на занятиях даже часто вот этот пример с нашими решениями, приложениями для слабослышащих привожу, потому что помимо, просто, если говорить, о рядовых членах команды, я знаю, очень многие работают, они гордятся тем, что они делают. Да, есть, конечно, фактор финансового получения, сплату, бонусы и все прочее. Они еще и гордятся, чем они делают, они помогают реально людям, у которых есть вот какие-то, например, там сложности со слухом строиться в цифровой мир, потому что, ну, на самом деле, таких людей довольно много. Мы, когда начинали там по оценкам ВОЗ, ну, сейчас ВОЗ, конечно, себя очень дискредитировала со всей этой пандемией, но других источников нет. Когда мы начинали это год, 14-й год, ВОЗ давала оценку 10% населения Земли с нарушениями слуха. Последние оценки вот где-то в 19-м году уже 15%. Это, кстати, цифровизация тоже внесла свою лепту. Все в наушниках, там и все прочее, да? А вот как? Человеку надо встраиваться, он еще не получает информацию, не может обучаться. Вот, кстати, специалисты эти решения там давно использовались, там можете даже на сайте посмотреть, специалисты эти решения используют. У нас реально там, ну, не могу сказать, что прям массово, но бывает, да, учатся вот наши коллеги, кому вот эти драйвера помогают просто нормально заниматься в группе без всяких там специальных слуховых аппаратов там и чего-то. Вот, члены команды этим тоже гордятся, для них тоже хороший мотивирующий фактор, когда они видят, что они делают что-то полезное для людей, они просто вот тупо там зарабатывают деньги, что они там хлепают и все прочее. Поэтому обратная связь должна быть от команды, обратная связь должна быть от партнера. Вот, ну, коллега в данном случае апеллирую, с кем мы уже встречались на курсах, мы на каждом курсе говорим, ну, на каждом может преувеличение, но очень часто лучшие практики предполагают выстраивание до таких доверительных взаимоотношений, взаимодействия с партнерами, с поставщиками. Это вот, к сожалению, то, что пока вот в российской действительности начинает приживаться, уже нельзя говорить, что это экзотика, есть, но пока, к сожалению, не настолько распространена, как хотелось. До сих пор присутствует у некоторых и такой подход. Ну, из поставщика выжать все, что нам надо, а что там дальше будет с поставщиком, нас не интересует, не свое получили. А тут дело даже не в этике, а дело в здравом смысле. Хорошо, вот ты продактоунер, ты сейчас там, ну, не хочу там жаргон совсем уж использовать, выжал все из поставщика, у тебя сейчас хорошая экономика сделала, поставщик твой ушел, твой там какой-то подрядчик с рынка, а что ты дальше будешь делать на основе завивать свой продукт? Ты подумал про технологическую базу, ты подумал там с кем ты взаимодействуешь? Не всегда вот буквально дешево, ну, я немножко утрирую, конечно, это однозначно лучше, как раз продактоунер он должен смотреть немножко на шаг вперед, как раз мы и подходим, да, вот мы сказали, за что продактоунер отвечает, исходя из этого, какие у него должны быть основные компетенции, соответственно, образовательный вот этот трек, прокачка скиллов, навыков, какая должна быть? Вот три основные такие крупные области, разумеется, это очень крупные области. Маркетинг, в чем, заметьте, маркетинг в фундаменте, это нарисовано не просто, не просто там для красоты, чтобы там пирамидку нарисовать, действительно, в фундаменте компетенции продакт-онера маркетинга, вот Ольга в начале как раз говорила, что смена специальности, развитие профессиональные. Вот на самом деле для маркетологов это возможная карьерная траектория стать менеджером продуктов. Из маркетологов на самом деле получаются прекрасные менеджеры продуктов, именно потому, что они умеют работать с аудиторией, со спросом и, как следствие, определять требования к продукту. Вот технологические, кстати говоря, технологические навыки, они тоже важны, но меньше маркетинга для продакт-онера. Меньше маркетинга. Но, тем не менее, тоже важны почему. Вот мы чуть выше сказали, нужно уметь создавать продукт как правильным образом. Я сначала сделал акцент, и да, это действительно наиболее важно на взаимодействии с командой, с другими стейкхолдерами, с заказчиками и так далее, и так далее, повторяется. Конечно, стейкхолдеры должны понимать, только что говорил, с какими партнерами работать, что значит с какими партнерами работать, какой технологический стейк, насколько он надежен, насколько надежны партнеры. на определенном уровне продукт не обязательно будет являться технологическим экспертом, от продукт тонера никто не ждет, и продукт тонер не должен являться глубоким технологическим экспертом, но понимать, оценивать, какие есть выгоды, возможности, риски с точки зрения технологий должен быть. и дизайн, проектирование, тут разные могут быть варианты, переводы. Внешний вид продукта. Если мы говорим о цифровых продуктах, об IT-продуктах, то в абсолютном большинстве они имеют какой-то интерфейс. Ну, бывают какие-то инфраструктурные продукты, вот, конечно, там интерфейс менее важен, но все-таки бизнес-продукты, они все так или иначе имеют какой-то интерфейс и он должен быть дружелюбный, что значит дружелюбный, должен быть удобно пользоваться. Вот, ну, есть такая очень популярная книга Хокинга, Стивена Хокинга, я думаю, наверное, многие ее дали, или в тебя бы слышали, «Краткая история вселенной», да, вот, замечательная совершенно книга, вот, предисловие к самому первому изданию, по-моему, оно и дальше в следующих тоже сохранялось, Хокинг, значит, писал, когда он там написал первую версию книги, ему издатель сказал, что, значит, каждая формула, которую вы приводите в книге, уменьшает количество ваших читателей ровно в два раза, и вот, значит, он в конечном итоге оставил в книге одну единственную формулу, ну, ту самую Е равно МЦ квадрат, да, то без нее уже никак, а все остальное объяснил без форм. Прямая аналогия юзабилити, дизайном, внешним видом, каждый лишний клик мышкой, каждый лишний там тап или какое-то лишнее движение там на мобильном экране или мышкой, оно уменьшает количество пользователей. Человек зайдет, посмотрит, неудобно, работать с этим не будет. Либо, если это внутри корпоративное решение, он там вынужден с ним работать, но устроен не будет доволен, он будет работать менее эффективно, он будет жаловаться, то есть продукт не будет столь эффективным. Значит, в этой области тоже должны быть компетенции, ну, по крайней мере, чтобы уметь работать с дизайном. Ну, и вот давайте как раз разовьем теперь вот эти компетенции, посмотрим, с чего они складываются и куда, собственно, продакт-онер может расти. Ну, вот некий базовый такой чек-лист, некий базовый чек-лист, регулярное взаимодействие, открытые коммуникации в команде, мы говорили, инициативная команда. Да, безусловно, потому что, ну, даже из вот этих трех областей, которые вы сейчас посмотрели, ну, не может продакт-онер знать все. продакт-онер это не руководитель вот в таком классическом понимании, это именно организатор, который умеет подбирать людей, делегировать, выстраивать работу с лучшими практиками, технологическими, организационными, партнерскими, потому что, действительно, IT-продукты, любой, это не любая отрасль имеет свою специфику, специфику, естественно, специфика IT-продуктов, но, в частности, почему мы говорим о подборе команды? Разработчики мотивированы, с немотивированными, я не знаю, коллеги, но поделитесь там в чате опытом, но это же караул, работать с немотивированным, он тебе делает от сих до сих и все, а потом говорит любимую фразу, ну вы мне вот что сказали, я то и сделал, ну да, а самому подумать, самому подумать не судьба, выстроить взаимодействие с влиятельными пользователями, то есть те, которые хотят продукт, которые готовы выступать какими-то тестировщиками, генераторами идей, их надо поощрять, уметь организовать процессы работы вот в виртуальной среде, и это, кстати, даже совершенно не связано, вот этот слайд, он вообще был сделан давным-давно, я его взял в эту презентацию, когда ни про какую пандемию ни у кого мысли даже не возникало, это не связано никак с этой эпидемией, ни с чем, действительно, должны работать люди, которые хотят и умеют работать, где бы они ни располагались, на каком конце света, вот несколько рекомендаций, как маркетировать, не придумывать самому, вот это, кстати, очень частая ошибка продакт-оноров, хороших, даже инициативных, я придумал, я придумал, это может быть очень узкий фокус, собирать идеи по максимуму, откуда только возможно, самые бредовые, опросы, фокус-группы, мозговые штурмы, разговоры с друзьями, то есть, вот не случайно продакт-онор определен как предприниматель, должен думать 24 часа в сутки, кто приснился, уже думай, как его применить, я вполне серьезно, я не утрирую в данном случае, потом вместе с командой, вместе там со стейкхолдерами приоритизировать, но это тоже как элемент такой вот генерации оценки идей, тестирование постоянное, да, вот не случайно сейчас продуктовые разработки очень активно используются понятия, используются понятия песочниц, да, то есть, где нужно проэкспериментировать, почему, вот я сказал, допустим, АБ-тестирование очень, почему, простите, уже забегаю вперед, почему маркетологи становятся очень хорошим продакт-менеджером, они умеют проводить тесты на пилотных группах, то есть, есть такое вот понятие, тоже сейчас через несколько слайдов о нем скажу, как маркетинговый тест, ими продакт-онер должен владеть очень хорошо, потому что какие бы мы не придумывали идеи, все равно любую идею нужно проверить, как она зайдет конкретным потребителям, а вот представьте, если мы сначала идею всю реализовали, ну, то, что называется в коде в железе, какие ресурсы огромные, а потом она не зашла, а давай следующую идею пробовать. Нет, так не пойдет, значит, нужно вот эту ценность для пользователя проверять на как можно более ранней стадии, еще даже не работающего продукта, а просто вот понять, кто твой потенциальный потребитель, вот эти вот влиятельные пользователи, показывать им какие-то самые ранние прототипы, самые ранние иногда даже презентации. Я вот пару лет назад я ментарил один стартап, они хорошо вышли на рынок, но потом их эпидемия, к сожалению, подкосила, потому что у них продукт был на микробизнес ориентирован в таких туристических городах, там всякие прокаты, экскурсии, кафе, рестораны, ну, понятно, что с туристическим бизнесом стало, они сначала хорошо буквально за 4 месяца взлетели, за 4 месяца получили платящих клиентов, но начинали они знаете с чего? Они начинали с того, что они потенциальным клиентам поставили их в центр внимания, они просто приходили с презентацией с трех сайтов, говорили, мы знаем, у вас есть вот такая вот проблема, мы предлагаем вот такой продукт, вот смотрите у меня там на смартфоне или там на таблите, вот он будет вот это делать, вот это делать, вам такое нужно, вы бы с таким работали. Вот это тоже вот работа с клиентом, им говорили, ну вот они собрали отзывы и они как глобально продукт остался тот же самый, но они там довольно сильно после вот таких маркет-тестов поменяли внутри там акценты, технологическую разработку, ну потому что они, например, сказали, так, слушайте, вот допустим в какой-то баре, слушайте, все, конечно, хорошая, классная идея, только слушайте, вот бар, вот я ж, вот жена, вот у нас там один там студент-наемный официант, когда мы там что-то делать будем? Ничего делать не будем, должно как-то все само. И ребята придумали, а, ага, значит, никаких тапов, там, значит, пальцем быть не должно, должен быть QR-код, который просто там клиент, официант, там, владелец просканировали, значит, все есть, все. Одно даже не тап, а одно вот просто движение по QR-коду, о, уже идея, вот благодаря таким вещам как раз вот это решение, оно хорошо сначала зашло на рынок, опять же, следующий маркетинговый компонент, какой клиентский сегмент, и вот мы на курсах как раз тоже это рассматриваем, на курсах для создания продукта и курс для продактоунера, это, кстати, разные курсы, есть курс по созданию продукта, есть курс ролик продактоунера, есть отдельный маркетинговый курс, как вот там, вот там сам соманализ сделать, какой общий сегмент рынка, какой достижимый, какую мы там можем получить долю, через кого мы будем входить на рынок, нельзя же сразу объять, не объять, нужно как вот, известная аналогия, да, как иголка вот куда-то воткнуться, пройти, а дальше уже всю вот эту ниточку за собой, за собой тянуть, понять, сколько это вхождение на рынок будет стоить. Вот как раз для этого тоже маркет-тесты очень важны, ну, или кастома-девелопмент, да, вот, один из видов маркет-тестов, наверное, слышали, сейчас, любят этим словом бросаться, кстати, на мой взгляд, это не самый эффективный способ маркет-тестов, но, да, он сейчас самый популярный, проводить всякие интервью, опросы клиентов, я все-таки больше, так, сторонник, показывать какие-то прототипы, или хотя бы презентации, но интервью тоже, в принципе, работают, причем в это надо вовлекать маркет-тесты, в каст-дев, в получении обратной связи всю команду, вот опять же, то, с чего мы сегодня начали, почему уметь организовать работу команды, мотивировать команду, чтобы команда не просто делала, что сказали, а делала это критично, сами предлагали, вот, был хороший опыт, который я наблюдал, был один года четыре назад консалтинговый проект, одним из очень крупных российских банков, но это не было в рамках нашего проекта, но я это наблюдал, вот в этом банке уже существовало, то есть у них топ-менеджеры каждую неделю встречаются с какой-то одной своей командой и получают вот такую обратную связь, доносят свои идеи, то есть это действительно тесное такое взаимодействие реализовывается, в результате и команда понимает, зачем продукт нужен, для чего они работают, то есть это их очень хорошо мотивирует, и топ-менеджмент понимает, что делает команда, какие есть возможности, вот как раз в этом еще одна роль менеджера продукта, координировать позицию стейкхолдеров, координировать позицию вовлеченных сторон, и благодаря этому понимать, как приоритизировать требования к продукту, то есть уже выстраивать вот ту самую более технологическую часть работы, вот как раз у нас есть маркетинговая часть, неразрывно, плавно переходит в часть технологическую, и конечно за формирование, согласование, координацию, требований к продукту отвечает продукт продактонер, такая, наверное, одна из очень ключевых функций, что это человек, который единолично несет ответственность за целостное видение продукта, я вот на самом деле очень люблю этот слайд, тоже его в разные презентации таскаю, может кто-то уже там видел даже на курсах или на других вот таких мастер-классах, чтобы не потерять за деревьями леса, разные идеи, разные функции, продактонер, в рамках понимания общей концепции, благодаря взаимодействию со стейк-холдерами, с командой, должен видеть и приоритизировать требования к продукту в целом. А дальше созданный продукт опять что, опять выводится на рынок, и вот здесь уже, ну даже в той пирамиде не было, но на самом деле вот здесь уже выступают финансовые навыки, финансовые знания продактонер, не просто как мы будем продвигать продукт, такова экономика, наверное, ну возможно, давайте так аккуратно скажу, возможно вам приходилось слышать такой термин юнит экономика, ну это как один из аспектов финансовых продуктов, то есть на чем продукт будет зарабатывать денег, как он будет продаваться, лицензироваться, какие каналы поступления денег, соответственно, какие расходы и на что нужны, ну в частности, допустим, расходы на маркетинг еще будут складываться, постоянные, операционные, разовые, на создание, какой канал, какая целевая аудитория потребует таких расходов, таких затрат и какой принесет возврат этих инвестиций, финансовые аспекты, финансовые знания также важны для владельца продукта, ну и наконец, когда продукт вот улучшается, развивается, я уже говорил, мы как раз к этому тоже с вами пришли, это возможность карьерного роста для самого продуктов во-первых, расти вместе с продуктом, увеличивать каналы продаж, увеличивать объемы продаж, увеличивать экономическую эффективность, естественно, ты более экономически эффективен, растет твоя роль, твоя значимость в команде, в компании. Продукт может масштабироваться, я уже приводил этот пример, что значит масштабироваться, создаются вот новые продукты на основе существующего и тогда прямой карьерный рост продакт-оунера это чип-продакт-оунер или вот в профстандарте в российском там есть несколько уровней и это вот восьмой уровень руководитель портфеля продуктов. Действительно, руководитель портфеля продуктов и чип-продакт-оунер это человек, который отвечает за координацию нескольких продуктов, иногда множество, иногда десятков продуктов, за их уже не просто вывод на рынок, а координацию на рынке это отдельная своя достаточно сложная задача, потому что иногда такие продукты они могут конкурировать между собой, а это плохо, продукты должны конкурировать не между собой, а с конкурентами, иначе компания зря тратит деньги на внутреннюю конкуренцию. Продукты должны взаимодополнять друг друга, усиливать друг друга, потому что ну, давайте возьмем пример из игровой индустрии, я от нее в общем-то далек, я никогда игровой индустрией не занимался, но мой хороший коллега, сейчас уже много лет ушел в игровую индустрию, поделился таким примером, допустим, продукт это игра какая-то, там онлайн игра, но все равно человек когда-то в нее наиграется, конечно, игры эти стараются нарастить, добавить там где-то новых персонажей, когда-то это приедается, пользователь он не должен уйти конкурентом, он должен перейти на другой продукт этой же компании, вот, это как пример роли менеджера портфеля, понимать, какие следующие нужны продукты, почему они сохранят аудиторию существующую, или почему они помогут привлечь новую аудиторию, вот, это такие перспективы как раз карьерного роста менеджера продукта, причем эта карьера, она не, вот, чем она хороша, чем она мне как раз нравится, она не зависит, ну, может, не зависит совсем уж так, жестко сказано, минимально зависит от какой-то иерархии в компании, от позиции там, какого-то топ-менеджмента, как, ну, мы знаем, иногда это бывает с какими-то личными аспектами связано, там, сработался, не сработался с человеком и так далее, здесь ты сам растешь, ты сам себе создаешь этот порт. И, если ты его создал, то, в общем, тебя с него сдвинуть, ну, все, конечно, возможно, но сложно и чаще всего для самой компании, для ее руководства это не целесообразно, да, прекрасно, ты из-за одного развил продукт, ты создал экономически эффективный канал поступления денежных средств, теперь ты развиваешь целую линейку или серию, или портфель продуктов, все, молодец, вот это твое поле, это твоя поляна, ты в ней работаешь, вот такие радужные, я бы сказал, перспективы, ну, и коллеги, пожалуйста, я так вот мониторю как-то в чате, пока особо реплик не было, если есть, пожалуйста, какие-то, по мне, не знаю, вопросы, как я говорил, может быть, кто-то хочет немножко поделиться опытом, потому что я вижу, есть участники, которые я точно знаю, что с опытом, пожалуйста, с удовольствием почитаем или дадим слово, а я передаю тогда слово Ольге, как раз Ольга более компетентно сориентирует вас по тому, как вот такую карьеру можно выстроить как раз по линейкам уже наших курсов, как это можно для себя планировать, Ольга, Если можно, я бы хотела пару слов сказать о зарплатах, если это актуально, потому что профессия сейчас модная, если вы видите, на работных сайтах она очень хорошо оплачиваемая и вакансий много, в отрасли IT продакт-менеджер насчитывается более тысячи вакансий на сегодняшний день. Средняя заработная оплата по Москве в 2020-2001 году была около 100 тысяч рублей. И это официальная статистика. И хочу сказать, что менеджер по продукту с опытом от двух лет может рассчитывать где-то на фиксированную часть от 130 до 150 тысяч рублей и также получать бонусы выстроенные на индивидуальных показателей, потому что у продакт-менеджера есть фиксированная ставка плюс премия по результатам работы. Это прошу учитывать, особенно когда будете проходить собеседование, трудоустраиваться на работу. В ближайшее время данная профессия будет развиваться и дальше, и не только в IT, но и в других отраслях. И, кроме того, квалифицированный продакт-менеджер из России может продолжить карьеру на Западе. Ну, вот так кратко про рынок труда. Еще хочу сказать несколько слов, что кроме Данила Юрьевича у нас также есть и другие преподаватели по данной дипломной программе. Все они практики с многолетним опытом, что важно, с многолетним опытом не только по своему направлению, но также и в преподавании, потому что мало того, чтобы быть практиком, надо еще уметь правильно донести информацию до слушателей. Что хочу сказать про поводу документов об окончании. Мы сегодня с вами говорили про профессию продакт-менеджер, и по данной профессии у нас есть дипломная программа. И по окончанию данной дипломной программы вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Если у вас есть первое высшее образование, то этот диплом считается на уровне высшего образования. То есть можете смело везде указывать, что у вас профессия будет при выпуске по данному направлению. Также по окончанию каждого курса вы получаете свидетельство о повышении квалификации. Вот это данная дипломная программа называется продакт-менеджер, и стоимость получения с нуля этой профессии сейчас 126 590 рублей. Я вам сейчас ссылочку в чат скину. И для всех, кто сегодня присутствует на данном семинаре и посмотрит на записи в течение трех дней, кто записался на данный семинар на нашем сайте и посмотрит в течение трех дней записи, можете воспользоваться промокодом на скидку 12000 рублей. Данная дипломная программа вы можете проходить отдельно по курсам, можете приобрести сразу полностью. Приобретение программы в сеть целиком дает вам возможность сэкономить, потому что при покупке дипломной программы стоимость для вас будет дешевле, плюс еще в течение трех дней до 21 числа для вас действует промокод еще на дополнительную скидку. Просто обращайтесь к нашему менеджеру и называйте код промэн 2021. Я вам его в чат продублировала. Есть ли какие-то вопросы по этой части, по стоимости, по промокоду, по выпускным документам? Профессия данная это действительно настоящее вложение в свою карьеру. Это не просто хаотичное обучение на разных курсах. покупка дипломной программы это гарантия того, что вы уже позаботились о том, какие курсы нужно пройти, какой набор знаний получить, чтобы быть востребованным на рынке труда специалистом. Хочу еще сказать, что также для всех, кто смотрит сегодняшний вебинар, мы предлагаем пройти бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Если вы хотите двигаться в каком-то направлении своего карьерного развития, знаете свою цель, но не знаете, как к ней прийти, то наши менеджеры вам с удовольствием помогут, сориентируют вас, как построить развитие своих компетенций по выбранному направлению. Для того, чтобы получить такую консультацию, пожалуйста, вот есть ссылка, можете по ней пройти и написать промокод «Иду вперед». Наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Еще в завершении хочу сказать несколько слов о выгодах приобретения дипломной программы, потому что после окончания дипломной программы для вас будут действовать скидка 50% на все курсы нашего учебного центра в режиме онлайн. Очень удобно, потому что если вы хотите развиваться в своей профессии, актуализировать свои знания, то данная скидка является очень приятной. Также хочу сказать, что в каждой дипломной программе идет набор курсов, даже если прошло более 6 месяцев, для вас на эти курсы будут действовать дополнительные скидки. вот пожалуй наверное все о чем я хотела сказать. Данил Юрьевич. Да, Ольга, спасибо. Коллеги, ну что, хотел бы поблагодарить вас за участие, запись нашего семинара она будет доступна на сайте, ну и в общем вот контакты вы все в презентации видели, соответственно будем рады ответить, если будут какие-то уточнения. Спасибо за участие и до следующих встреч. Я предлагаю выключить запись и оставить немножко повисеть семинар, чтобы успели скопировать ссылки, кому нужно записать промокоды и так далее. спасибо. Спасибо.